Аниме-магазин Nodanoshi.net И специально для моих зрителей работает купон на скидку аж 10%. При заказе просто введите промокод с рутащей нижнее подчеркивание 1 в специальном поле. Скидка действует до 30 сентября этого года. Ссылку на магазин и промокод вы найдете в описании под видео. Так, теперь давайте же ее начнем открывать. Я ее уже разрезал, вот так вот. Вот. Сразу хочу сказать, что хорошая упаковка. Все доставили как надо. Коробка, все. Бумажка. Вот сама фигурка, она в пленке. Все хорошо упаковано, коробка не потертая. Давайте сейчас ее откроем. Так, вот я снял защитную пленку с коробки. Теперь мы видим всю красоту этой коробочки. И сегодня у нас фигурка не совсем стандартная. Даже я сказал бы, что необычная. Это такой старый робот, ретро фигурка, скажем так. Это серия Revoltech Yamaguchi Series. То есть 39-й он по номеру. И сама фигурка называется Gai King Face Open. И самого этого робота зовут Gai King. То есть Open Face, это разумеется, у него есть вот такая пасть, видите? Открывается, которая... Так, пройдем же к быстрому осмотру коробки. Сама коробка очень так стильная. Здесь такая бумажка, которая есть на всей серии. То есть здесь вот робот этот еще раз. Gai King. И сзади вся серия, точнее не вся, а только вот какие-то некоторые. У меня есть двое вообще из этой серии уже. Их вообще очень много. То есть здесь показано только вот 8 их. Их намного больше. То есть это вот номер 39. Я не помню, все ли они по номерам там идут или нет. Вот сзади он нарисован, в каких позах он в принципе может быть. Ну поскольку фигурка подвижная, он может быть в любых позах. Вот здесь мы можем увидеть комплект коробки. То есть подставка, руки сменные, щитки здесь и еще что-то. Вот здесь сверху и написано. Revoltech Yamaguchi Gai King Face Open Version. Следующий номер 39. Фирмы он Каиедо. Так называется фирма, кажется, если я правильно читаю. Каиедо. Да, вот тут еще написано. На коробке. Так вот здесь сбоку показано, что фигурка подвижная. У нее есть вот специальные сочельнения. Здесь которые двигаются в разные стороны, гнутся. То есть она полностью подвижна. Очень хорошо. Все сделано, я думаю. Так, коробку мы осмотрели. Мне не терпится посмотреть саму фигурку. Я думаю, она будет очень прикольная. Давайте же откроем наконец-то ее. Что нам разглядывать коробки-то вот так долго? Так, вот так вот она выглядит уже без коробки. То есть стандартно тут все. Так, у меня тут уже все посыпалось. Так, вот здесь у нее подставка. И руки сменные. Да, вот сзади тут ничего нет. Еще такая штучка. Так, вот он сам такой. Давайте откроем и посмотрим. Вот. Как он круто выглядит. Это ведь робот времен Гриндайзера. То есть это та же серия, что и Гриндайзер. Это вот в 70-е годы выходило аниме Гайкинг. Первое аниме, оно уже старое. О нем сейчас уже мало кто помнит. Но, наверное, тоже вот что-то у меня все падает сегодня. Наверное, мало кто знает. Но в 2005 году выходила новая версия этого аниме. Вот, по-моему, этот робот сделан по новой версии, если я не ошибаюсь. Но, в принципе, они мало чем отличаются. Только вот новый он был лучше нарисован. То есть там был вот этот робот Гайкинг. То есть это про молодого пилота, который может управлять этим роботом. Только он. Потому что они нам как-то на психическом уровне как-то могут контактировать с этим роботом. Я думаю, что аниме тоже интересное. По крайней мере, до своих лет. На самом деле, можно было бы посмотреть новую версию. Я думаю, что она весьма интересная. Все-таки промехов огромных. Это круто. Так. Вот на ногах здесь у него защитные пленочки. Японцы постарались обезопасить фигурку полностью. Так, я уже вижу, что у фигурки все гнется. Очень подвижно. Все с таким звуком характерным. Все вам видно. Давайте покажу вам поближе его. Смотрите, какой у него страшающий фейс. У него даже два фейса. Вот. Мне кажется, что идею с Гурналаганом взяли отсюда. Потому что, по-моему, это первый робот, у которого на теле еще одно лицо. Вот у него есть одно лицо, которое прям очень такое устрашающее. Такое прям, как какой-то рыцель с рогами. Черный робот. И вот у него есть второе. Если его так сделать, то у него открывается вторая пасть. На теле уже. Очень грозный противник, я думаю. Вообще, этот робот добрый. Ну, как и Гриндайзер, он выглядит немножко устрашающим. Даже более... Более страшным, чем Гриндайзер. Это все-таки Гайкинг. Я думаю, что он страшнее должен быть по своей природе. Не знаю, почему. Раз у него такая рожа, значит, он чистая. Технически должен быть уже страшней. Вроде я читал, что этого робота сделали на земле, в отличие от Гриндайзера. То есть, это один из тех роботов той серии. Которые выходили в 70-е. То есть, это фигурка Соман 2007 года выпуска. И высотой она 13 сантиметров. То есть, всего он 13. Смотрите, сзади у него... Давайте посмотрим поподробнее. То есть, у него здесь вот снимается... Его лицо переднее. Вообще, эти фигурки, они очень сильно разбираются. Их все снимается. Вот любую прям позу можно сделать там. Или вот, допустим, вот в такую. Типа вот, в крутой, ему ничего не надо. Так, у этого робота есть еще в комплекте вот такая бумажка. Здесь, видите, кажется, здесь больше серии уже показано. Вот сколько их. То есть, этих роботов очень много. Такая огромная серия. И это, кстати, далеко еще не все роботы. Потому что они уже есть далеко дальше 33-го номера. Вот еще. И вот такая рекламка, брошюрка. Так. Также есть такой вот пакетик. Где у нас лежат запчасти. Давайте все высыпем. Целый пакетик рук. Смотрите, вы можете менять руки хоть каждый день ему. Так, мне нужен нож. Так. Вот он весь комплект. Сам робот Гайкинг. Получается, три комплекта рук. Точнее, даже четыре. Вот у него еще клаки. То есть, можешь менять как хочешь. То есть, одну такую, одну такую. Там ставил. Любую позу можно придать с помощью этих рук. Любую боевую сцену сделать. Вот такие штуки у него еще. Вот честно сказать, я не знаю, что это такое. Прикрепить к нему их, по-моему, нельзя. Возможно, это какие-то его снаряды. Аниме надо посмотреть. Тогда будет понятно. Вот это точно какой-то снаряд. Его орудие. И подставка. Это чтобы его крепить, крепеж. На подставку. Давайте мы подставочку соберем. Сначала еще хочу показать вам, как меняются руки. Мы буквально снимаем у него руку. Это прям какая-то гриндайзер. Разящие диски. Лицо мы пока не будем снимать с него. Так вот, легко снимается рука. Кстати, вот у многих этих фигурок руки снимаются трудно. У этого она снимается весьма легко. Что меня радует. Давайте мы поставим вот такую руку. И на место. Главное, осторожно соединяйте все части, чтобы ничего не сломать. Потому что все-таки эта фигурка коллекционная. И к ней нужно обращаться соответственно. Несмотря на то, что она вся подвижная. Вот такой боевой. Уже с шаром. Грозный робот. С дополнительной мордой, которая у него открывается. Когда он встает в агрессивную позу. Такой древний ганмен. Если кто смотрел гурна вагона. Так, давайте попробуем поставить его на подставку. Значало нужно поставить ему штрек. Сзади. Так, я аккуратно ему вкрутил подставку сзади. Так все это выглядит. Он теперь в подвешенном состоянии. Может быть. Может немножко стоять так. Если немножко развернуть штрек. Но в принципе мы можем его сделать в прыгающей позе. То есть какой-нибудь боевой. То есть вот он, допустим, летит. Такой Боевой весь из себя прыгает. Я не знаю, умел ли он летать. Вот он может снять подставки опять. Поменять ему руку. У него есть такие вот. Может вообще его оружие какое-то такое. Шея у него тоже двигается. С его рогами огромными. Сзади вот турбина. А, значит он умеет летать. Раз у него есть такая штука. Пасть открывается. То есть он потом может сбить. Кстати, многие у него тоже снимаются. Не знаю зачем. Но зачем-то можно снять. То есть он такой может быть каратистым. А если у вас есть целых два робота этой серии, как, допустим, у меня. Да, это Горн Лаган. Это вы можете устроить даже баттл. То есть вот такой. Они могут биться у вас. Там можете сцен какую-то сделать. Гайкинг, наверное, окажется сильнее. Потому что вообще Гайкинг должен быть больше. Да. Ну, Махач сама можно устроить. Да, это уже какие-то игрушки начинаются. Так. Вернемся к нашему Гайкингу. В общем, очень добротная фигурка. Хорошо покрашенная. Здесь особо много красить не пришлось. Здесь в основном черный такой металлик. Сделан. Фиолетовый тут. Рога. И вот маска. Ну, маска покрашена аккуратно. Ничто не вылезает, в принципе, на запределы границ. Маска у него снимается здесь тоже. Ну, просто, наверное, чтобы вы могли его разобрать. Может вам интересно, как он устроен. Кстати, вот этот штырек, который... На который он крепится в поставке, может тут двигаться как угодно. То есть, вы можете поставить его как вам очень... Как вам захочется. Как я говорю, уже можете устроить битву между роботами в сценке какой-нибудь. Поставить. И будет круто смотреться. Так, в общем, как итог, очень хорошая фигурка. Качественная. Очень сильно подвижная. Если вы любите подвижные фигурки, то есть, у меня это редкость. Ну, вот эти роботы, они очень классные. Смотрятся. Вот у них поза внушительная. И вообще интересные. Все есть по всем известным аниме. Где когда-либо были роботы. Так что, очень рекомендую. Хорошая покраска. Однозначно большой палец вверх этому роботу. Пальц у меня не вылезает. Да. Ну, не важно. Буду собирать эту серию дальше. Она интересная. Вообще, мне нравятся эти роботы 70-х годов. Очень прикольные они. У них что-то такое есть. Посмотрите, он же такой няшка. Для кого-то. Он может быть крутым и няшкой одновременно. Потом у меня будет еще какой-нибудь робот. Эта серия я поставлю сценку, где они дерутся. В воздухе там даже можно сделать. Благодаря подставкам. А пока мы не попрощались, я сейчас еще раз хотел поблагодарить магазин Надоноши за такую крутую фигурку. Без нее не было бы этого обзора. Так что, вы тоже ставьте лайки. Заходите в магазин обязательно. Напоминаю, что до всех зрителей моего канала до конца сентября действует скидка. 10% на весь товар в магазине. Просто введите при заказе промокод с рутащей в нижнее подчеркивание 1. Вы также видите его на экране. Ссылка на магазин и промокод в описании под видео. А с вами был Надсу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. И обязательно заходите в магазин. Там таких фигурок еще много. Даже такой есть. Если хотите, можете успеть купить. С 10% скидкой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok